Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о такой замечательной вещи, как Mythic Score. Собственно, откуда он берется, для чего он нужен и где его можно посмотреть. Давайте начнем с самого простого вопроса, где его можно посмотреть. Посмотреть же его можно на таком сайте, как wovprogress.com. Все, что вам нужно, это вписать имя своего персонажа в поисковую строку, и вся информация о нем будет изложена на этой страничке. Ник, сервер, гильдия, раса, класс, уровень, ссылка на профиль. Короткая информация, которая редактируется при регистрации на этом сайте. Можно обновить персонажа, даже если вы не зарегистрированы. Глянуть артефактные трейты, насколько они прокачаны, какой уровень артефакта. Эквип, артефактная сила, очки достижений, мифик киллы, количество ранов миф плюсы, педскор и, собственно, интересующий нас мифик скор. Мое число в текущий момент это 2167.89. Округлим, 270. Цифра вполне неплохая. На самом деле, все, что более 2000 в текущий момент, это классно. И это гарантирует попадание в любые группы. На самом деле, любые группы для чистки миф плюсов с рандомами, как вариант. Но оно нам надо? Нет. Ну, конкретно мне нет. Вот, а теперь как же вычисляется все это дело? Бест, мифик, плюс, ранс. Сезон первый это с момента выхода миф плюсов с 21 сентября до марта, до выхода обновления 7.2. Сезон 2 это с конца марта до, получается, выхода 7.2.5. А курант текущий это уже с 7.2.5. Сюда вписаны абсолютно все ваши забеги в миф плюсы. Раскрыв эту вкладку, можно увидеть, какие сложности были пронесены, на каких аффиксах, в каком количестве и даже с кем. И какой уровень артефакта был на тот момент у какого-либо человека. Да, это классно на самом деле. И система исчисляет все это по такому принципу, что чем выше ключ вы закрыли, тем больше вы за него получите очков. Чем быстрее вы его закрыли, тем вы еще больше получите за это дело очков. К примеру, в последнее время нам очень часто попадается крепость черной ладьи. Мы прошли 18-е на время, но мы сделали это за почти 35 минут. Я даже видео приложил, пусть кому интересно, гляньте. Сейчас, кстати, можно видео прикладывать, что классно. Но, так как мы проходили 20-й ключ и сделали это, не сказать, что прям быстро, но и недолго, скажем так. Всего-то там, сколько, 46 минут за место заявленных, по-моему, 37, что ли, или 38 дает на качел. Я не вспомню точно, если честно. Не суть. То есть мы потратили 120% времени, и мы не уложились в таймер. Но система все равно насчитывает нам больше очков. Потому что просто ключ высокий. Вот и все, и он пройден хотя бы не слишком долго. Не 2 часа, не 3 часа, а, мол, типа всего лишь 46 минут. Из этого все исчисляется. Вы можете либо проходить очень быстро какие-либо 15-й, 16-й ключи для получения, допустим, скольки там вы получите. Найти бы. Ну вот, допустим, 15-й, натрий сундука. Это натрий сундука. Почти натрий. Сложно, сложно, сложно. Надо найти какой-то инст 15-й, которым мы могли закрыть натрий в ближайшее время. Чертоги. Вот, допустим, 16-й, чертоги натрий мы закрыли, и мы получили 170 очков. Вот так вот. Мы прошли 20-й на время за 90% таймера. Это на 1 сундук. И получили 203 очка мифик-скора. Вот так вот. Все это дело с инсток складывается. Наибольшие результаты. И из этого вычисляется мифик-плюс-скор. Потому что частенько мы сейчас ходим в миф-плюсы, да и всегда мы ходим в миф-плюсы на стримах. И постоянно проскакивает этот вопрос, что такое мифик-плюс-скор. А это знаете почему вы не знаете, что такое мифик-плюс-скор? Потому что видосики надо нормально смотреть и почаще на Twitch заходить. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует.